Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! В пятницу в это время мы подводим итоги недели, говорим о делах городских с бывшим мэром Риги Олегом Буровым. Добрый день! Добрый день! Такой тревожный сегодня день, вообще тревожные последние три дня, вспышки коронавируса и уже первое ограничение, которое ввел кабинет министра, видимо во вторник будет вторая порция ограничения, но, к сожалению, это все ударяет по бизнесу. Мелкому, среднему бизнесу наш общепит, это те, которые нас кормят и гостей города. Видимо, временная администрация не будет искать каких-то вариантов или рецептов решений поддержки кафе, баров, ресторанов. Вообще, что бы надо было сделать, и что бы вы, если бы были мэром, сейчас бы предприняли в этой ситуации? Во-первых, то, что произошла такая вспышка, отчасти виноваты мы сами, мы расслабились, мы видим, что во многих местах, конечно, я слушал с утра вашу передачу, и там ваша коллега говорила о том, что она с утра ехала в студию в общественном транспорте, и там никто не соблюдает никакую эту дистанцишну, да, и все стоят рядом. Там на самом деле так и есть, у меня дочка ездила в Рундельский замок в выходные дни, мы собирались туда поехать на следующий день, она сказала, не надо, потому что очередь большая, все толпятся, этих роз фактически не видно, потому что очень много народу ходит, да. То есть мы сами в этом смысле расслабились, получили результат, и, конечно, мы сами, с одной стороны, радуемся, что в Ригу приезжает больше туристов, но зачастую те люди, кто приехали за границу, привозят вот нам такой подарок. В то же самое время, да, поэтому, с одной стороны, понятны эти ограничения, но когда снова появляются ограничения, ну, скажем так, в ресторанной, в области кафе, ресторанов, ну, говорим таким, бывшим словом, общепит, четыре человека внутри помещения, но все равно нужно два метра расстояния, восемь человек на улице, но эти маленькие столики далеко не везде, в кафе, особенно в центре города, может быть стол, ну, где собираются восемь человек, но, в принципе, все равно такие есть, и есть столики, которые рядом, и два метра трудно соблюдать, все это можно сделать, но это за счет оборота предприятия, поэтому, конечно, если мы на это опять идем, должна быть политика со стороны государства, в первую очередь со стороны государства, как мы планируем компенсировать эти расходы, чтобы на самом деле люди даже не пытались это нарушать, под видом того, что мы все там одна семья и собиралась за столом больше людей, поэтому, конечно, должны быть компенсационные какие-то, какая-то политика, но и надо смотреть, что мы, конечно, не знаем, что правительство примет во вторник, какие еще дополнительные требования, поэтому я тоже, я был на одном из мероприятий, где все соблюдалось, вот как на фотографиях, которые видно было по Конгрессу Федерации Футбола, все сидели на расстоянии двух метров, и все мы сидели, все было хорошо, а потом был такая неофициальная часть, стол, и там все толпились, уже не соблюдая 20 сантиметров, со своими тарелками за едой, да, поэтому, ну, я думаю, что надо вот как-то вот это понимание, мы как-то очень быстро это все забыли, очень быстро все забыли, поэтому на самом деле видно, как люди приходят в кафе, садятся, никто не идет в туалет мыть руки, никто не обрабатывает дезинфектом, я не говорю, ну, никто, но довольно много людей, нам самим нужно это все соблюдать. Вот поскольку Новая Рижская Дума приступит к работе, я надеюсь, в конце сентября, времени на раскачку, о чем вы уже неоднократно говорили и предупреждали, будет совсем мало, надо будет думать о городском бюджете, я знаю, что и ваши эксперты, ваша команда уже начала так вот прикидывать, какой может быть, какие параметры бюджета, что может быть в приоритетах, может быть, чуть-чуть пройдемся по вот действительно тем неотложным мерам, которые бы Новой Рижской Думе нужно было бы принять, учитывая ваш опыт и работы в исполнительной власти, вот что вы видите, вот так здесь по пунктам можно бы разложить. Смотрите, будем говорить, поскольку на самом деле мы пришли сейчас уже с вами во всю эту предвыборную кампанию, мы абстрагируемся с вами от политики, будем говорить, ну вот так, с точки зрения Рижан, что нужно в первую очередь, в первую очередь Рижане по всем вопросам говорят, что, конечно, это видно невооруженным глазом, хромает транспортная инфраструктура, значит, готовя бюджет, нужно понимать, во-первых, нужно оценить, сколько денег, опять же, и опять будет эта большая сумма, не освоил департамент сообщения, да, каждый год из 60 миллионов примерно, которые им выдается, половина выделяется, половина неосвоенная, могу сказать, что эти деньги примерно делятся так, 20 миллионов это европейские деньги, такие большие проекты, как Восточная магистраль, вот Твайку, переезд, вот где сейчас начали, вы видите, там срубили деревья, кто ездит по Вестуру, видят, да, жители Мангале, Ветсмилгравис, они это видят, вот это европейские деньги 20 миллионов, примерно 10 миллионов это с целевых донтаций, в основном это и ходит на ремонт мостов, и еще где-то 10-11 миллионов, и примерно такая же сумма, тоже порядка 10-11 миллионов это инвестиция, и 18 миллионов ежегодно выделяется на такие мелкие ремонтные работы, плотание, буквально в смысле этого слова дыр, снег, песок, уборка, в общем, вот обслуживание улиц городских, то есть все это вместе составляет порядка 60 миллионов, вот каждый год осваивается меньше половины, поэтому в первую очередь это дисциплина за выполнением средств, я не хочу за выполнением этого бюджета, я не хочу говорить, что здесь виноваты те заказчик, я думаю, что тут причина о том, что я говорил несколько раз, это политизированное планирование бюджета, когда политики говорят, хочу такую улицу, эту не хочу, через год я передумал, хочу эту, да, ну условно говоря, поменял квартиру, или арендует в другом месте, он чаще ездит, да, он чаще ездит, и он теперь видит другие проблемы, да, это не значит, чтобы ему было, может быть, удобнее ехать, просто вот он стал больше ездить по этим улицам, и он теперь думает о чем-то, а второе отошло на задний план, или он думает, что он уже сказал год тому назад об этом, и этот вопрос решен, так вопросы не решаются, поэтому у нас планируются деньги на те проекты, которых, а проекта нет, пока проектируется, появляется что-то другое, потом старый проект застарился, как это было с европейскими проектами касательно и восточной магистрали, и вот этого переезда через улицу Твайка, Вестура проспекта в Мангале, ну вот такие моменты, поэтому в итоге, резюмирую, это транспортная инфраструктура, это, конечно, все социальные вопросы, и одновременно нам очень серьезно надо думать, на чем мы будем зарабатывать деньги. Деньги мы конкретно зарабатываем, это подоходный налог, это надо, мы заинтересованы в том, все с вами, чтобы из Риги меньше уезжали, чтобы больше оставлялись жить в Риге. Почему люди уезжают из города? Потому что они видят, что среда городская для них не столь дружественная. Казалось бы, наоборот, да, магазины, школы, детские сады, театры, музеи, рестораны, все находится в центре города, и лучше жить в центре города, ну или в городе где-то, неважно, не обязательно в центре, лучше жить в городе. Нет, люди уезжают за черту города, и мы с вами предвидим, что если будут вот такие, ну, вспышки коронавируса, будет такая тоже сложная эпидемиологическая ситуация, я думаю, будут стремиться уезжать еще больше. Почему? Потому что если у тебя хоть небольшой кусок земли, хоть там 200, хоть 400 метров, не надо большой кусок земли, ты можешь не только сидеть в четырех стенах, ты можешь ребенка, ребенок может погулять на этом небольшом участке земли, пожилые люди могут погулять, а не сидеть, как многие из нас сидели в четырех стенах, когда был режим изоляции. Поэтому многие будут стремиться к таким эконом-вариантам, к домам индивидуальным площадью, где-то там порядка до 100 метров, да, и с небольшим куском земли туда выезжать. Поэтому нам нужно смотреть и развивать возможности индивидуального строительства. И в черте города есть такие территории, есть такие территории, это, говорю, совершенно ответственно, где можно запланировать рядные дома и коттеджи тоже, чтобы люди могли на самом деле приобретать жилье на таких территориях, где хоть в черте города, но есть небольшой кусок земли. Поэтому это один вопрос. То, что я говорю, подоходный налог, чтобы у нас больше народу жило, больше рижан жило, больше, меньше уезжали из города, среда должна быть более дружественной, это инвестировать, значит, в более зеленую среду, инвестировать, опять-таки, чтобы было больше деревьев на улицах, смотреть состояние дорог, той же инфраструктуры, о чем мы только что сказали. Тогда у людей потихоньку, но появится мотивация, что жить в городе лучше, чем жить за пределом, потому что, когда мы покупаем недвижимость за пределами города, зачастую там нет коммуникаций, канализация там у нас местная, спится у нас несколько метров, фактически глубиной, и качество воды – это тоже довольно страшное. Поэтому и газа нет. Газовое отопление, конечно, по сравнению с… тоже экономичное. Поэтому вот эти все вопросы нужно смотреть, и нужно думать, как городу присоединить больше, присоединить, а фактически, чтобы больше в городе появилось новых инвестиций. Привлекать. Да, привлекать инвестиции, чтобы на самом деле в город могли приходить новые предприятия, новые международные фирмы. Причем я говорю не столь о производстве, об офисах, например, о отрасли, которая компьютерной, программисты, чтобы приходили. У нас есть такие предприятия, как Микротыка, как Сенчер, да, где опять-таки выше средняя зарплата. Вот такие большие предприятия должны быть, это должны быть международные предприятия. Здесь это отдельный разговор, но очень хотелось, чтобы эту политику мы проводили более активно, как ее проводят наши соседи, та же Литва, та же Эстония. Здесь мы сильно отстаем. Да, вот еще такой вопрос, который я хотел задать. Вы в предыдущих эфирах подняли очень важную тему, и большой резонанс мы получили по поводу действительно Райл-Балтика и необходимости инфраструктурных изменений в городе в свете того, что будут перекапывать и проводить вот эту скоростную железнодорожную колею, центр города Пардаугова. Не стоит ли на ваш взгляд, учитывая ваш опыт хозяйственной работы, в бюджете следующего года уже предусмотреть какой-то отдельный раздел изменений в инфраструктуре в связи с Райл-Балтиком? Потому что на самом деле, как я понял из предыдущих наших эфиров, что это действительно очень серьезная проблема. До сих пор многие думали, а, ну это государственный проект, пускай государство там тратит деньги. Что тут самоуправление? На самом деле это серьезный вопрос, да? Нужно рассмотреть деньги на софинансирование, если говорить, на строительство пока не надо планировать. Нужно планировать деньги на проектирование. Нужно планировать деньги на проектирование. Первый узел, на который мы готовы выделить деньги на проектирование, это на Краста, это район, вот этот вот весь такой транспортный узел, где въезд в автовокзал, где мы выезжаем под мост и выезжаем дальше на набережную 11 ноября под железнодорожным мостом. Вот здесь должна быть такая большая развязка и в принципе предлагалось Рижской думе поучаствовать в софинансировании. Ну в принципе, вот я хочу сказать, посмотрите, если мы говорим об этом во всем проекте, от границы Риги до улицы Лачпляша этот проект развивает Эрбирейл. От Лачпляша до улицы Елгавас его развивает Аэропас Делстеллиниес. От Елгавас до поворота в аэропорт опять развивают Эрбирейл. И дальше от поворота от трассы дальше до аэропорта опять развивает Аэропас Делстеллиниес. То есть все это поделено между заказчиками двумя структурами на разные отрезки, разные заказчики. Я думаю, что здесь естественно хромает между ними коммуникация и разные проектировщики. У Аэропас Делстеллиниес, у них идет как-то этот процесс получше, хотя бы потому, что у них здесь привлечены много и латвийских архитекторов, тот же наш известный архитектор Андрис Кронберг. И поэтому у них, если мы говорим о центре города, проектирование идет лучше. Задвинья, там делают испанцы этот проект, они уже сейчас просят дополнительное финансирование, но там все в большом тумане. Поэтому на сегодняшний момент сказать городу, что мы можем как-то оценивать этот проект, нам на сегодняшний момент нечего оценивать, нам ничего не предложили. Я могу просто повторить, если нас сегодня не слушают те, когда я говорил в предыдущих передачах, вот три таких больших момента, которые больше всего волнуют Рижан, волнуют те организации, группа Рижан, которые живут в этом месте. Естественно, они волнуют и меня. Это район Торниколнца, где уничтожаются вот эти старые мосты, восстанавливается какая-то видимость этих мостов, это совершенно не устраивает жителей Торниколнца. Второе, это как пройдет тоннель в районе улицы ЛЭПС, насколько он пройдет, где он выйдет. Вот весь этот узел около переезда железнодорожного, где больница Страдани. И третий, я считаю, которым меньше говорится, но он очень важный, нет, пока не запланирован никакой переезд, соединение мостом, ведуком между Золи-Туда и Монтой. То есть, какого-то момента вообще не будет, потому что там будут проезжать скоростные электрички, да, скоростные поезда, и никакого переезда не будет. Ну, тогда, извините, тогда мы должны будем ездить через Калцемский мост или как, чтобы связаться между этими двумя районами. Хотя тут на самом деле только их разделяет железнодорожные пути, а там общая инфраструктура. Там в Золи-Туда, например, бассейн, здесь хоккейный этот зал, дворец хоккейный Вольво, да, дети ходят, да, поликлиника. Опять-таки, поликлиника в Имонте для жителей того и другого района, и как они будут добираться в эту поликлинику. То есть, это вообще элементарный вопрос, но об этом пока не думается, и все отмахиваются. Поэтому, если мы говорим вот о том, что нужно делать новым депутатам, однозначно вот эти моменты, да, и здесь очень важно сотрудничество с государством. 612-939, 612-13-939, бывший мэр Риги Олег Буров у нас в студии, работает и в WhatsApp. Вы можете оставлять свои вопросы или задавать их и по WhatsApp. Пока мы ждем звонок, может быть, такой вопрос, который тоже хотел бы задать. Вот много говорится, действительно, да, вот, нет, давайте мы все-таки будем принимать звонки. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. Добрый вечер, господин Буров. Вот у меня такой конкретный вопрос. Значит, Риги с намопородных, да, обслуживает дома. Соответственно, есть дома многоквартирные и малоквартирные. Так вот, в малоквартирных домах с 2017 года квартплата за обслуживание одного квадратного метра повысилась на 95%. Что нам ожидать дальше и как этот вопрос будет решаться? Спасибо, по-моему, очень хороший, актуальный вопрос, да? Если мы говорим о домах, их можно разделить, я думаю, на дома с хорошим балансом. Это дома многоквартирные, у них в основном этот баланс позитивный, у них есть фонд накопления. И эти те дома, которые часто, между прочим, если они недовольны, как работает вот наше, это большое домоуправление, они создают общество, они уходят. Свои товарищества, да. И они уходят, они уходят. Другие фирмы, это дома, которые, ну, дают какую-то тоже, ну, дают и прибыль домоуправлению. Есть дома с негативным балансом, это дома малоквартирные. Я, конечно, не знаю, радиослушатель, который звонил, живет он в доме именно с каким балансом, в каком техническом состоянии. Ну, он сказал, что мало квартирные. Ну, да, малоквартирные, но я сейчас говорю о техническом состоянии. Если вы помните, несколько лет тому назад был такой дом по адресу улица Буру, это в районе Вени-Безгатва, который развалился этот дом. И тогда эти жильцы приходили, там часть квартир была приватизирована, часть квартир была городских, а этот дом был РНП. Очень много критиковали, как его Рига снова порвал, не сдавел до этого состояния. Вот таких домов много. Это человек рукаунс, это дома с негативным балансом, это дома без удобств. Это зачастую, на самом деле, там туалет где-то. В грибной фактически. Да, и где есть, есть такие дома, и на улице Дунтес, я был в таком доме, на улице Дунтес, это там рядом с институтом травматологии, где фактически визит табличка от строительного права о том, что этот дом не пригоден к эксплуатации. Его, кстати, не обслуживает РНП, но не в этом случае. Некоторые уходят от РНП, ничего не меняется. Некоторые вот эти дома с таким негативным балансом, ну, вероятно, они сейчас увеличили аренную плату, плату за обслуживание, потому что у них много уходит на обслуживание этого дома. Но зачастую в таких домах люди живут тоже социального статуса люди. Я тоже не хочу сказать, я не знаю, как, если вот радиослушателя, который звонил, дом с хорошим балансом и дом в хорошем состоянии, но в первую очередь я вам советую создать общество жильцов и дальше потом думать, может быть, такие дома, я ни в коем случае не призываю уходить с городского дома управления, но может быть, такой дом небольшой вы можете обслуживать и сами. И тогда они могут быть дешевле. Ну, опять-таки, если дом находится в хорошем техническом состоянии, вот дома, поэтому зачастую начинаются вот эти все разговоры. Продавать, не продавать дома управления. Я считаю, что это вообще вредные разговоры. Ну, и цифровые приватизации. Они зачастую, да. Ну, приватизация как таковой быть не может, это может быть продажа, а циви наше отчуждение. Отчуждение. Будем говорить так, юридически, может, не совсем грамотно приватизация, все правильно. Я считаю, что это такие вредные разговоры, которые вводят в сторону от главной проблемы. Во-первых, даже если вообразить, да, это не функция самоуправления, но даже если вообразить, что придет какой-то инвестор, и вот возьмет это домоуправление, он возьмет не домоуправление, он возьмет право обслуживать дома. Вы что думаете, уважаемые радиослушатели? Он возьмет дома в плохом состоянии, с плохим балансом? Он их не возьмет. Он возьмет дома в Золе туда, с хорошим балансом, 119-я серия, да. Ему нужны дома, например, Агинсканские сосны? Ему нужен старый Кенгаракс? Да, ему нужны дома, например, на улице Тырзас, там, так называемые хрущевки? И вот ему нужен этот деревянный жилой фонд или каменные дома, но которые состарились, которые строили там в 50-х годах или еще до этого, или в прошлом, там, в позапрошлом веке, в начале века, вот эти деревянные дома с туалетом на улице, там, или где-то на самом деле. Им это не нужно, и эти дома все равно останутся у города. Поэтому говорить, вообще думать о том, что кто-то что-то продаст и скажет там, извините за выражение, бабы с воздуха были легче, нет, эта функция должна остаться самоуправлением, и самоуправление в данном случае должно это сделать. Вот когда это самоуправление все решит, а я не знаю, когда это случится, вот тогда можно думать о чем-то другом. Другое дело, что главная задача самоуправления и домоуправления вот этой структуры, это как мы будем приводить в дом, это то, о чем уже говорилось много раз. Это была ошибка в стране в самом начале, и понятна эта ситуация, когда нам всем было сказано, дорогие, вы можете наконец-то первый раз за советское время получить, после советского времени получить что-то в собственность. И мы все в то же самое время и мои родители побежали ускоренно приватизировать квартиры за эти сертификаты, которые нам дали. И мы сами, учитывая то, что мы не знали и понимания такого, что такое частная собственность не было, мы приватизировали, и все. И сейчас нам говорят, а по закону государство ничего город не может вкладывать, это ваша частная собственность. На самом деле так есть. Но вот участвовать при введении в порядок сетей, инженерных коммуникаций, которые состарились в первую очередь. И я даже скажу, что зачастую появляется, я вот сегодня был на одном эфире, и один из моих, ну так скажем, политических оппонентов сказал, самое главное утепление. Не обязательно утеплить здание, не обязательно. Есть здание, которое построено относительно недавно, где не такие большие потери тепла, ни в утеплении стен. Не об этом идет крыша, коммуникация, это водопровод, канализация, сети, отопление, где у нас большие потери. Вот это одни из проблем. Есть вопросы, которые, может быть, не требуют больших вещей, таких больших затрат, но вот самое главное, вот если бы мы сейчас начали с вами активно принимать разговоры, или вот вообще открыли бы тему, что такое Рига с нам упорвал в них, и как с ним бороться, то в основном все бы были звонки на какую тему. Разница в счетчике. Стоит счетчик, и очень многие, вот буквально мне звонил житель с Зептниколса, и мы договорились, я к нему подъехал, он в своем блокноте написал, сколько он тратит кубических метров воды. И потом он сравнил с счетом, который приходит. Разница большая, то же самое на дом. И он посчитал количество цистерн, вот этих личных, лишних, неучтенных, которые им выписывают дополнительно на весь дом. Где эти потери? Есть варианты. Магниты. Опять-таки у меня одна знакомая, вот мы с ней встречались на выходные дни, она сама приняла на себя инициативу и стала руководить вот этим обществом жильцов в своем доме. Ей жильцы, вы меня извините, говорят, а мы не хотим новые счетчики, мы хотим магниты. Вот мы хотим друг друга обманывать. Мы хотим буквально короткую паузу, Олег Буров у нас в студии, бывший мэр Риги, очень много звонков, буквально несколько минут. Еще раз добрый день, давайте продолжим прием звонков, может быть как раз и об этой теме коммунальных платежей, не только. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Я же деньчик. Пожалуйста. Добрый день. Да, пожалуйста, слушаем вас. С большим уважением к господину Бурову. Господин Буров, вы сейчас на радио появляетесь гораздо чаще, чем даже сам Абик. Вот проясните мне, пожалуйста, ситуацию. Вы же, по сути, просто обычный безработный. С какой-то встать вы вдруг разрешаете тут какие-то проблемы, задаетесь какими-то бедами, решаетесь. Вы же бросили свою должность мэр Рита. Спасибо, спасибо. Не, вы знаете, я не появляюсь сейчас чаще, чем Абик. Я появляюсь вместе с Абиком, но очень часто я слушаю радио «Болтком», находясь в машине. И Абик, я тебя слышу. Спасибо. И ты не у меня в машине. Значит, все-таки ты здесь больше. Да. Это я путем, таким методом дедукции определяю. Если говорить серьезно, почему я здесь… Вы знаете, Андрис Америкс несколько лет тому назад, уже много лет тому назад, придумал такую передачу вместе с радио «Голос Америкса». И на самом деле ко мне подходили многие люди и говорили, ну, как он это все знает. Я поражался, потому что, ну, например, есть такая была передача похожая, я на ней был на СВХ, где заранее задаются вопросы, ищут ответы, и потом отвечаешь. Ну, вот здесь был такой формат. И я довольно часто приходил, прихожу и буду приходить, и потом после выборов я буду такую передачу, ну, скажем, не участвовать, инициировать. Я думаю, что она очень нужна, потому что на самом деле есть возможность, во-первых, самому узнать. Она в известной мере такой барометр, и для меня, не как безработного, об этом мы поговорим через 30 секунд, она барометр для меня о том, что происходит в Риге. Что происходит, что сейчас нужно. Поэтому ты на этом проверяешь. И очень многие вопросы, которые, может быть, ты не сам глубоко знаешь, но когда тебе эти вопросы задают, ты их узнаешь, ты выясняешь, ты потом отвечаешь на эти вопросы. Это очень важно, это не имеет никакого отношения ни к политике, ни к каким выборам. Это было и будет продолжаться. Но потом я очень уважаю Болтком радио, мне на самом деле интересно. Если мы говорим о том, безработный, не безработный, нет, я не безработный. Меня избрали председателем совета автовокзала, я до этого там был 10 лет, потом не был, став вице-мэром, это нельзя было совмещать. Сейчас я встал, стал членом совета, в моё отсутствие мне выбрали другие члены совета председателем. Что будет дальше, будет видно. Да, 612-939, телефон прямого эфира и 612-13-939, пока мы ждём… Ну, если говорить о хозяйстве города, я пришёл на работу в Думу в конце октября 1998 года, за исключением 3-х лет, там ещё 4-го года до 7-го я работал всё время в Рижской Думе, и поэтому я её знаю, и Рижан это… Я думаю, что Рижанам это… Важно узнать, и об этом мы и говорим. Мы не говорим с вами о каких-то других вещах. Если жизнь на Марсе, вряд ли мы на это будем с вами философствовать в этой передаче. Да, вот интересно, вы упомянули Рижанам и Павел Никс, пришла новость, что сегодня, по-моему, в должности финансового директора РНП утверждена госпожа Звидриня, Солвета Звидриня, которая возглавляла долгие годы вот этот ЗМС Денест, ВАУС ЗМС Денест. Это очень хорошо, это очень хорошо, это человек с таким государственным подходом. Я хорошо знаю Солвета Звидриня, могу сказать с каких времён я её знаю, я её знаю с тех времён, когда я начал заниматься реконструкцией театра русской драмы, она тогда была госсекретарём в Минкульте, она очень помогала, говорила. Теперь я вспомнил, да. Потом мы с ней дальше встретились, когда она была госсекретарём Министерства здравоохранения, я к ней пришёл с просьбой, когда министром был Белевич, организовать встречи, поговорить, и тема была одна, это развитие первой больницы, потом мы с ней встречались уже по более узким вопросам, когда она возглавляла ВАУС ЗМС Денест, государственную земельную службу, я встречался с ней после этого, я её знаю, уважаю, я могу сказать, что Ригас-Наму Парвальдняку не хватал, сильный финансист, поэтому это очень хорошо, что она сейчас туда пришла работать, может быть, она потом примет решение, и, не знаю, я считаю, что если она подаст свои документы на участие в правлении Ригас-Наму Парвальдняку, или в Совете, такого рода, ну, в Совет, по-моему, уже поданы были заявки, но я думаю, что, я больше думаю на правление, потому что работа в правлении – это оперативная работа, там должен был, там должен быть финансист, там должен быть честный финансист, а Совета в своё время возглавляла бюджетное управление Министерства финансов, то есть она отготовила бюджет страны, поэтому это хорошая вещь, хорошая. Да, вот я вижу, что и звонков много, но что всё-таки закончить тему этих счётчиков, вот эта система удалённого доступа… Удалённые счётчики нужно ставить. Да, вот то, что сейчас внедряется постепенно. Удалённые счётчики, но проблема в чём? Удалённый счётчик стоит порядка где-то от 40 до 50 евро. Я думаю, да, что эти счётчики нужно обсудить, и мне кажется, вот здесь историческая роль самоуправления, самоуправление эти счётчики нужно финансировать и поставить, потому что, я думаю, ну, уже надоело, вот постоянно вот эти все распори, кто виноват. Или Рига Суденс, или Рига Снаму Парвалнекс, или сосед нечестный, или где-то потеряли за какой-то аварией. Вот давайте поставим счётчики, кто их должен ставить, финансировать. Ну, смотрите. Или это может ставить Рига Снаму Парвалнекс финансировать, или тот же Рига Суденс, который заинтересован в этом. Это должно решить самоуправление. Но я считаю, эти счётчики нужно финансировать и поставить всем жителям. Давайте примем звонки, их много. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Вот первый вопрос возник случайно из того, что вы только что сказали, господин Буров. Скажите, пожалуйста, вот нам всё время говорят, министр – это фигура политическая, а госсекретарь – это фигура исполнительная, грамотные люди, разбирающиеся. Скажите, нормально, если один и тот же человек сначала работает госсекретарём Министерства здравоохранения, а потом он же становится госсекретарём Министерства культуры. Или наоборот, нормально это или нет. А вопрос у меня к вам вообще другой. Можете вы, как человек предельно грамотный и честный, сказать, а что же будет с Ригой, когда начнут строить райл Балтика? Вообще по ней можно будет проехать с центра, задвинул или нет? Замечательный вопрос. Кстати говоря, может быть, со второго начнём, можно ли будет проехать, потом, если успеем, ещё и по госсекретарю. Ну, знаете, можно ли будет проехать? Сейчас зачастую проехать трудно. Я очень долгие годы жил за Двиной. Выманьте этим не помню. Ну, вот, и как-то проезжают. Но, в принципе, я не знаю, у меня не получается так подмигивать, поэтому, естественно, стоишь в этих пробках. Что будет, если говорить серьёзно? В районе, когда начнётся строительство центрального вокзала, там всё будет перекопано. И это будет перекопано на несколько лет. Уже первая лопата, да, вот начнётся создание строительной площадки уже в этом году, в сентябре. Никаких пробок ещё не будет, появится просто строительный забор где-то в районе, где Латвия сделается, или же Министерство сообщения, в районе улицы Лачпляша. Я говорил вот с теми, где Эйропа сделался линия заказчик, да, это вот Беверикс, это вся компания, где они говорят, ну, мы будем строить, что-то делать на Лачпляша по выходным дням, по вечерам, посмотрим, как это будет. Естественно, это будут большие пробки. Рецепт от пробок. Нужно было срочно создавать восточную магистраль, это было бы хоть какое-то полукольцо. Проблема транспортной инфраструктуры города, что у нас нет объездной дороги нормально. Если бы у нас было круговое движение, там было бы гораздо легче. Мы все рвемся через улицу Чака, да, ну, сейчас Чака начнут ремонтировать, и одновременно у нас будет Тербатас, улица Пешеходная, это будет еще одна проблема в городе, но, в принципе, вы абсолютно правы, эта проблема будет. Райл Балтик, ну, довольно создаст. Конечно, как любой ремонт, это вещь проходящая. Важно, то, что я говорил много раз, я хочу еще раз сказать, чтобы после реализации этого проекта тем, кто в нем участвует, не было стыдно за него, потому что на сегодняшний момент этих средств недостаточно, и если начнут резать его, упрощать, вот это будет самая большая опасность, что это будет просто железная дорога, которая разделит город на две части, которая, по большому счету, не будет никому нужна. Вот это большая опасность. Говоря про госсекретаря, ну как, у нас госсекретаря, госсекретарь это не политическая фигура, но когда ты находишься под тем или иным министром, ты так или иначе политизируешься, естественно, ты где-то, если одному министру кто-то не нравится, происходит ротация в одно место в другое, может быть, эту ротацию нужно производить, но считается, что это люди такие топ-менеджеры государственные, они могут быть. Если мы говорили про ту же госпожу Звидрюню, она пришла с Минфина, на самом деле человек финансист, бюджетный, отработала в Министерстве культуры, смотрела, ну, на самом деле, как государственник на эти вопросы. Не знаю, конечно, некоторые вопросы у меня вызывают удивление, такая ротация кардинальная, да, когда человек... Совсем из разных министерств. С одного, да, в другое, или с Министерства земледелия, по-моему, все-таки нужно быть профессионалом, потому что когда абсолютная политика не знает, что где... Вот и все не знает. Где солнце встает, министр, и когда он приходит, просто вот он политически попал по разнарядке от партии, вот партия выпала, это министерство, и вот они вот сюда поставили этого человека, он ни сном, ни духом вообще, что это за отрасль? И когда тоже вот такой, ротирован из другого министерства, госсекретарь, ну, тогда, получается, все находится в руках чиновников, как получится, так получится. Если я министер, Конечно, я думаю, что в нашей стране проблема, у нас мало профессионалов, у нас мало профессионалов. Мы сильно политизированы, мы со своими партиями, клубами по интересам политизированы, у нас нет профессионалов. Были бы у нас с вами, дорогие мои профессионалы, не было бы тех ошибок, которые нашу страну встретили в 90-х годах. Да. Еще один звонок, наверное, успеем принять. Дубович, ослушаем вас. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Господин Буров. Да. Уже как минимум 10 лет у власти, и что мы видим? Школьные площадки какие-то детские есть, школа с реставрированным фасадом, но полное отсутствие инфраструктуры. Ваши люди все сидят в Ридас Силтумс, на упоробной аксе, у которых сервис отвратительный, машины проваливаются под асфальт и так далее. Сколько вам еще лет надо? 10-20, чтобы вы что-то... Да, да, спасибо. Вам этот вопрос нужно было задать господину по поводу Ригасному Парволднекс, который был передо мной здесь, когда подъезжал на машине, я слышал, что господин Петров говорил, он политически отвечал за Ригасному Парволднекс. Все эти годы он, вероятно, бы ответил более профессионально и правильно, что там случилось, а что не случилось. Я могу сказать, да, спортивные площадки и школы, я этим занимался, и восстановлением исторических званий, борьбой с развалинами, и первой больницей, и поликлиниками, я этим занимался, я это делал, мне за это не стыдно. Мои люди, вот работали в этом департаменте имущества, они там работают. Мои люди никакие, ни один не работали в Ригас Силтумсе, ни в Ригас Уданс, ни в РНП. Мои люди там, их нет, не работают, да, я поставил временное правление, когда был мэром, и стал, первый день, когда убрали вице-мэра Баранника с должности, стал вместо него отвечать за дома управления, вот это произошло в 10 утра, а в течение 4 часов я сразу же снял все существующее правление Ригас-Намо Парволднекс, за отсутствие доверия. Все очень просто, емко и коротко, за отсутствие доверия. Поставил туда людей, двое из них с моего департамента, где я работал, это не политические люди, у меня в департаменте из 230 человек вообще нет, ни одного человека в партии. Я никогда не интересовался, за кого они голосуют, против кого они голосуют, никогда ни за кого не агитировал, мы говорили только о работе. Но это те люди, которые мне всегда близки по духу, и с которыми я всегда работал, как в команде. Вот это самое главное. Поэтому сколько надо лет, ну, например, я считаю, что техническое состояние школ, я привел в порядок, софинансирование, которое сейчас развивается, это тоже уже поезд пошел, его так просто не остановить. Фасадов имеется в виду. Зданий, фасадов, борьба с теми же развалинами, когда по насильственному каким-то решениям Рижской думы сносится порядка 100, больше 150 домов, приводится в порядок больше 200 домов в год. Да, это и снос, это и восстановление фасадов, и все. Больше 2,5 миллионов собирается, повышенная ставка на налог за здание, которое деградирует территорию. Я считаю, что я это сделал в порядок. За первую больницу я могу только гордиться, радоваться, что пришло в порядок. Да, я знаю, как нужно привести в порядок транспортную инфраструктуру. Я этим не занимался. Если судьба распорядится так, что у меня будет возможность этим заниматься, я уверен, приведем в порядок. Да, будем надеяться, что удастся привести в порядок и транспортную инфраструктуру, имеется в виду, и дороги, мосты. Это такой очень важный вопрос, больная проблема. Например, Эспланада, посмотрите, парк Эспланада. Там, где музей отреставрирован, вся часть парка привезена в порядок. А там все остальное, все остальное, не привезенное в порядок, это стыд и срам, когда в центре города, в таком красивом городе, в столице, в таком состоянии находятся дорожки, где люди на самом деле могут поломать ноги, где какие-то люди на инвалидных колясках, дети не могут, мамы молодые, мамы с колясками не могут идти, но там не может вообще пройти человек нормально, потому что эта вся плитка, она вся уже давно поломалась. И деньги на это не выдавались. Но это ненормально. Я в прошлом году, когда стал вице-мэром, говорил, что это надо сделать. Мы запланировали деньги в бюджете, своим распоряжением эти деньги запланировал. Но, увы, администрация эти деньги вычеркнула. Проехать там уже и пройти невозможно. Приведем порядок, все будет в порядке. Я тоже так надеюсь. Олег Буров у нас был в студии, бывшие малорегии. Спасибо большое за вопросы. Ну и извиняемся перед теми, я вижу, что много звонков, не успели все вопросы принять. Видимо, в следующий раз. В следующий раз не будем раскачиваться, сразу начнем отвечать на звонки. Именно так. Так.